Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире первого городского телеканала, как обычно, по понедельникам в 19.35, проект, посвященный медицине и здоровью, проект «Консилиум». В прошлой программе мы обсуждали тему, которая имеет отношение около 80% телезрителей, вас, уважаемые телезрители, около 80% из вас, и это мы показали в нашей программе, оказывается, страдают депрессией. Если вы не смотрели нашу прошлую программу, залезьте в интернет на сайт первого городского и обязательно посмотрите, там есть кое-что, что поможет вам. А вот сегодня мы взяли тему, которая касается уже не 80%, а каждого, каждого из вас, это тема боль. Кто из нас не страдал от каких-нибудь приступов, острой боли, у кого из нас не было травм, у кого из нас не было ситуации, когда боль продолжается долго, день за днем? Как избегать таких ситуаций, как сделать так, чтобы вы проходили через них лучше, сегодня мы расскажем в этой программе. А теперь я хочу пригласить вас посмотреть вместе с нами новости одесской медицины за прошедшую неделю. Ушедшая неделя ознаменовалась снижением заболеваемости ОРВИ и гриппом среди взрослого населения Одессы и детей до 17 лет. Уменьшение было почти на 4% и 5% соответственно. Всего за последнюю неделю ОРВИ и гриппом заболело 6833 одессита, причем большая часть именно ОРВИ. Однако за последнюю неделю был зарегистрирован рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями, в том числе ротовирусной этиологией. На прошлой неделе городской департамент здравоохранения подвел итоги своей деятельности за 2013 год и представил планы на текущий. По-прежнему одним из приоритетов остается реформирование медучреждений города с целью повышения доступности медицинской помощи для населения. Созданы и работают 8 центров первичной медико-санитарной помощи и 3 центра первичной медико-санитарной помощи, которые впервые за всю историю Одессы созданы новые лечебно-профилактические учреждения, завершают свое формирование и до конца этого года будут работать в полном объеме. Большие надежды возлагают в департаменте и на создание в 2014 году единого реестра пациентов. Когда будет создан единый реестр пациентов и мы совместно с департаментом социальной политики сможем внести в базу пациентов материальное состояние и четко определить тех лиц, которые не могут оплачивать медицинскую помощь, поможет нам обеспечить социально нуждающихся одесситов полностью безоплатной медицинской помощью. Как отметил Игорь Шпак, один из важных элементов, влияющих на реализацию запланированных задач, финансирование по сравнению с прошлым годом увеличено. Однако субсидий только лишь государственного бюджета будет недостаточно, поэтому, как и ранее, в сферу здравоохранения города будут привлекаться дополнительные денежные средства. С 3 по 7 марта в Украине, в том числе и в Одессе, прошли национальные дни защиты от атопического дерматита. На сегодняшний день в стране насчитывается около 500 тысяч больных. Только в Одесской областной детской кожно-венерологической больнице ежегодно проходит лечение от атопического дерматита более 400 малышей. Чаще всего это заболевание развивается у детей с наследственной предрасположенностью. Проявляется у малышей возрастом от 6 месяцев и до 5 лет. Главная причина болезни – нарушение кожных барьеров. Во избежание обострения заболевания доктора рекомендуют. Кроме того, советуют при первых же аллергических проявлениях на кожу обращаться к профильному специалисту – дерматовенерологу, а не заниматься самолечением. При этом доктора напоминают – при правильном уходе за кожей и поведении при ранних обострениях с возрастом атопический дерматит полностью проходит. Итак, это были новости Одесской медицины за прошедшую неделю. Ну а я хочу объявить сейчас наш традиционный бесплатный такой телефонный опрос. Тема наша сегодняшняя – боль. А так получается, вот есть такие у нас наблюдения, что то ли в силу религиозности, религии нашей, то ли в силу каких-то других взглядов, наши люди почему-то предпочитают боль терпеть. Вот в сегодняшней программе мы покажем, что на самом деле есть четкие довольно инструкции даже Всемирной организации здравоохранения, которые говорят, что в первую очередь надо убирать у человека боль. А мы любим, чтобы потерпеть, прежде чем начать себя как-то обезболивать. Вот зачем мы так мучаемся и правильно ли это делать, попытаемся понять вместе с вами. Пожалуйста, звоните по одному из трех номеров телефона, если вы считаете, что боль нужно терпеть, нечего употреблять всякие эти болеутоляющие препараты. Второй номер телефона для тех, кто считает, что нужно себя обезболивать. Ну и третий для таких умеренных людей, которые считают, что немножко потерпеть, а потом все-таки лечить. Ну что ж, а теперь я хочу обратиться к своей соведущей Диане Шумейко и прошу представить участников сегодняшнего консилиума. Добрый вечер, Дмитрий, добрый вечер, дорогие телезрители. Экспертами сегодняшнего выпуска стали специалисты клиники Интесана, медицинского дома Одрехс, Одесского национального медицинского университета, а также, хотя не буду раскрывать все карты сразу, а предлагаю вам познакомиться с нашими гостями в студии. Ирина Николаевна Шевчук, врач-невролог высшей категории, заведующая лечебно-диагностическим центром Медэлит. Окончила Одесский национальный медицинский университет. Первые шаги на профессиональном поприще делала в качестве врача-невропатолога бригады скорой помощи. Затем работала в отделении неврологии Одесской областной клинической больницы. В 2005 и 2007 годах проходила международные обучающие курсы по неврологии. Зная причину, можно вылечить любой недуг. Таков подход к пациентам у Ирины Николаевны. В лечебно-диагностическом центре Медэлит работает с 2011 года. Напомню нашим телезрителям, что мы выходим в прямом эфире. Дозвониться к нам вы можете по телефону 718-61-91. А кто же стал вторым гостем? Смотрим. Валерий Юрьевич Артеменко, заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии клиники Интосана. Более 20 лет работает в медицине. С выбором специализации не колебался. Сразу отдал предпочтение анестезиологии, поскольку это направление позволяет ему активно применять новые технологии современной медицины. К тому же заниматься научной деятельностью. Ежедневно Валерию Юрьевичу и его команде приходится сражаться за жизнь пациентов, поскольку они в отделение поступают в тяжелом состоянии. Работает в Интосане с 1998 года. Ну что ж, вот такие замечательные у нас гости, которые помогают каждый день людям справляться с их тяжелыми проблемами со здоровьем. Добрый вечер, доктор. Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер, Валерий. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Добрый вечер и вам. Добрый вечер. Сегодня очень сложная тема. Очень многие люди страдают болью и часто не знают, к кому обратиться для того, чтобы она прошла. Признаюсь вам честно, сам с приблизительно 13-летнего возраста, где-то до 24 лет, ежедневно, ну не ежедневно, 2-3 раза в неделю страдал приступами острейших головных болей. Чего я только тогда в этом детстве ни... Какие журналы я не читал, и березки делал, и какие-то упражнения. Лишь бы прошла эта боль, а она не проходила. А вот в 26, слава богу, прошла. Итак, давайте мы попробуем сначала обратиться к нашим гостям для того, чтобы задать им традиционный вопрос. Что на этой прошедшей неделе было такого необычного в их профессиональной жизни? Доктор, ну если можно, сначала к вам. Необычного в профессиональной жизни было, конечно, то, что пришел международный женский день 8 марта, и второй момент необычного, но это скорее уже медицинская часть, несмотря на все наши новости, у нас участилась частота поступлений тяжелейших вирусных пневмоний. Поэтому это, конечно, такой грозный признак, к сожалению. То есть такое как бы, ну все-таки идет сезонное обострение вирусных заболеваний, причем не в форме какого-то острого респираторного верхних дыхательных путей, а именно до пневмонии. Стартует с манифестации продромальных явлений, которые очень быстро переходят в тяжелейшее воспаление легких. Возможно, вы, уважаемые телезрители, тоже сталкивались с этим, когда заболевание начинается не просто там нос, горло, гортань, а сразу резко опускается к легким, и у человека высокая, высокая температура, острые симптомы. Так что, пожалуйста, если случилось с вами, обращайтесь к врачу, не оставайтесь дома без присмотра. Доктор, теперь, если можно, у вас. Или тоже 8 марта у вас было? Ну, конечно, учитывая, что я женщина, для меня основное событие на прошлой неделе, это был праздник Международный женский день. Было очень приятно, потому что было очень много поздравлений, больные, близкие, родственники. Вот, и я хочу воспользоваться случаем и поздравить всех женщин с прошедшим праздником, пожелать их прежде всего здоровья, и чтобы они забыли, что такое есть слово «боль». Ну, а видите, всё-таки вот женщины у нас всегда помнят о людях больше, чем мужчины. Уважаемые телезрители, я думаю, что и мы с доктором тоже присоединяемся, присоединяемся к поздравлениям. Уважаемые женщины, одесситки, это как раз целевая аудитория нашей передачи. Мы традиционно говорим, что именно женщины в семье – это самые разумные существа, которые занимаются здоровьем окружающих. У мужчин не хватает, как правило, на это, а вот женщины – да, женщины работают над нашим здоровьем. Ну что ж, спасибо большое за ответы, и мы приступаем к вопросам. Итак, первый вопрос, вот ключевой, действительно, стоит вообще терпеть боль или нет? Вот как относиться к этому феномену? Может быть, кого-то тянет помучаться, а кто-то старается сразу обрубить болевые ощущения? Давайте посмотрим интервью одесских врачей, а потом вернёмся в студию и обсудим их. Не всякую боль нужно терпеть, и не каждую боль нужно обезболивать. Я, как анестезиолог, могу сказать, что, конечно, её не нужно терпеть. Если есть хорошая выученная собака, которая гавкает, то смешно было бы продолжать спать. По высказыванию Арбели, боль из торжевого пса может стать бешеным псом. Нужно не терпеть, а выяснить, что болит и что делать с этим. Боль надо расценивать, в первую очередь, как нашего друга. Это сигнал со стороны организма, что что-то происходит не то. Уже надо обращать внимание. Боль терпеть нельзя, потому что боль заставляет выделять организм определённые гормоны, стрессовые гормоны, которые запускают механизмы повышения давления, повышения сахара. Есть незначительная боль, которую, в принципе, можно потерпеть, принять какую-то простейшую анальгетику. Есть упорная, изнуряющая боль, которая заставляет пациента обратиться к специалисту. И это абсолютно правильный ход. Боль – это защитная реакция организма, в первую очередь. Организм вам сигнализирует о том, что есть большая неполадка в его функциональной деятельности. И терпеть её категорически нельзя. Боль нам всегда сопутствует, но терпеть её не обязательно. Вообще наша специальность подразумевает, что боль ни в коем случае нельзя терпеть. Терпеть боль не нужно. Боль терпеть не надо. На неё нужно адекватно реагировать. Боль даёт нам возможность оценить собственную жизнь и принять меры для того, чтобы избежать дальнейшего, худшего обострения ситуации, в которой может оказаться человек. Мы специально сегодня, вот благодаря Диане Шумейко, нам удалось подключить к интервью одесских врачей, ещё и отца, человека, который врачует души, потому что мнение такого рода людей, наверное, тоже важно в сегодняшней теме. А теперь я обращусь к нашим экспертам. Итак, нужно ли терпеть боль или нужно с ней сразу бороться? Боль терпеть, конечно, не нужно. Все наши коллеги однозначно сказали, что это сигнал о том, что в организме есть неполадки, и к этому нужно как минимум прислушаться, понимать, что за неполадки. Иногда приходится терпеть боль, потому что между временем возникновения боли и временем возможного оказания помощи, к сожалению, могут быть расстояния в минуты или в километры, и приходится терпеть боль. Но, тем не менее, при любом удачном случае не нужно терпеть боль. Осмотр доктора, приём обезболивающих. Спасибо большое. А вот я хочу такой вот вопрос задать. Скажите, пожалуйста, а бывает так, что у человека вот боль есть, какая-то лёгкая в каком-то органе началась, он как бы к ней привык, как бы подавил это ощущение, а потом она возвращается более серьёзной симптоматикой какой-то, более развитой? Вот бывает такое вообще? Конечно, бывает. И так достаточно часто и бывает. Но я хочу вот две минуточки остановиться на определении боли. Что такое боль? Потому что многие говорят, что болит, болит, болит. А что это такое? И вот в медицине я пересмотрела очень много статей, и я так и не нашла чёткого определения боли. Боль везде приравнивается к слову страдания. Страдания — мучения. И определить боль, как вот мы можем пойти и определить там ту же пневмонию, сделать рентген, посмотреть, есть ли какие-то проблемы с желудком, глотнуть зонт. Определить боль — нет такого исследования, которое определяет боль. Поэтому, когда человек приходит и говорит, что у него что-то болит, мы полагаемся на его ощущения, насколько выражены эти ощущения. Естественно, ощущение боли — это уже неприятные ощущения. И никакой нормальный человек не должен терпеть вот такие вот переживания свои. То есть однозначно нужно искать причину, бороться с этим. Потому что бывают разнообразные совершенно случаи. Вот если можно, я расскажу один, очень показательный. У меня молодой человек пришёл, ему 30 лет всего лишь, достаточно молодой парень. Значит, пришёл, полгода болит голова. Болит, 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 болит. Наконец-таки жена его просто привела за руку. Болит она не так, что прямо катастрофически, но болит. Мы пошли, сделали с ним МРТ головы, и там обнаружили большую опухоль. Уже очень большую. Если полгода назад он пришёл, вполне возможно, что у нас бы этого не было. Или попал бы на ранних стадиях, его бы прооперировали, и всё. Сейчас только палеотивное лечение, то есть там облучение было. И всё. То есть финал достаточно печальный. Ну и, естественно, это трагедия в семье. Поэтому никакую боль терпеть нельзя. Спасибо большое, доктор. Но вот из этого вопроса прямо проистекает второе. Я даже, возможно, слегка нарушу график вопросов, в который мы собирались идти. Вот есть такая боль привычная, а есть боль, которая в первый раз и остро возникшая. И правила в отношении этой боли, уважаемые телезрители, они разные. Вот боль, которая у вас уже была, и боль, которая пришла впервые. Вот давайте, пожалуйста, послушайте интервью одесских врачей на тему, как разнятся правила поведения при двух таких разных болях. А потом мы снова обсудим этот вопрос. Как правило, если привычная боль, мы её называем хроническим болевым синдромом, эта боль изнуряет человека, как правило, вызывает депрессию. Формируется доминантная боль в головном мозге, которая очень тяжело, от которой избавиться. С привычной болью человек уже приспособился жить, он как-то её контролирует, как-то с ней уже сжился. Если у вас ситуация привычная, с которой вы часто сталкиваетесь, негреин, например, то, конечно, примите ваш плановый препарат, который вам раньше прописал доктор, и ваша боль пройдёт. Как правило, кардиолог всегда пишет, если у вас привычно, вот так болит сердце, ваши действия вот такие и такие. Если человек знает свой диагноз, если у него это заболевание достаточно много лет, он адаптирован в какой-то мере к этой боли, каким образом? Медикаментами, которые помогают. Ну, так или иначе, наука сейчас не стоит, она тоже идёт вперёд, и стараемся помогать людям с такой проблемой как медикаментозно, так и различными манипуляциями. Применяя вот эти методики в течение нескольких раз, мы иногда имеем ремиссию от полугода до года. Но когда вот эта привычная для человека, его индивидуальная окраска боли, выходит за пределы длительности, интенсивности, некупируемости предыдущими рекомендациями, привычная переходит в раздел «острой». Это боль, которая требует немедленного вмешательства специалиста с целью определения, что это за боль. Надо к врачу, надо к специалисту, чтобы он разобрался в характере этой боли. Это прямое показание для консультации специалиста. Прежде всего, конечно, обратиться к специалисту, если есть возможность, обратиться к врачу. Лучше обратиться к доктору, вызвать скорую помощь или вашего доверенного врача, который даст вам рекомендации, как с этой болью побороться. Причину надо обнаружить, честно говоря, чем быстрее, тем лучше. Но вот тут я хотел бы как раз с экспертами, благодаря экспертам, уточнить. Речь на самом деле идёт, что привычную боль, похоже, можно лечить, справляясь с препаратами. А вот если боль острая и в первый раз возникла, болеутоляющие, кажется, принимать не нужно. Доктор, вы подтвердите эти слова или опровергните? Абсолютно подтверждаю, потому что острая боль – это острая катастрофа. И катастрофа бывает обратимая, бывает необратимая. Например, катастрофа брюшной полости, возникшая внезапно боли в животе. Если не выполнить осмотр хирурга и при необходимости, если это острая хирургическая патология, не выполнить оперативное вмешательство, любые обезболивающие притупят боль. Через 3-4 дня человек погибнет. Точно такая же история происходит и с остальными видами боли. Боли при остеохондрозе, если человек терпит острую, впервые возникшую боль, вплоть до нарушения онемения, вплоть до выпадения чувствительности двигательных функций, потом может остаться на всю оставшуюся жизнь инвалидом. Поэтому острую боль терпеть ни в коем случае нельзя. Итак, доктор, вы что-нибудь добавите? Может быть, у вас есть какой-нибудь случай такой? Обычно доктора любят пациентов попугать какими-нибудь случаями как раз вот в этом вопросе. Я хочу добавить. Я считаю, что острая боль, если, например, это головная боль, если это, например, почечная колика, не боль в области брюшной полости, там действительно нужно обязательно идти к доктору. Острая боль, развившаяся внезапно и очень сильно, которая приводит к повышению давления, к повышению потоотделения, к расширению зрачков, то есть действительно ведет за собой реакцию организма, то пока человек дождется скорой помощи, он все равно может принять какие-то обезболивающие препараты для того, чтобы хотя бы ее немножечко притупить, чтобы ему легче было это терпеть. Потому что у меня наш родственник, к сожалению, скончался. У него развился приступ почечной колики, пошел камень-мочиточник, и он не дождался даже скорой помощи. Вот, поэтому как бы от болевого шока он умер, да. Я считаю, что в некоторых ситуациях можно все-таки отступить от правил и до приезда доктора выпить какую-то обезболивающую таблетку. Но при этом предупредить доктора, что мы выпили. Да, и обязательно предупредить, что он выпил абсолютно. Видите, жесткое правило, но от него иногда можно отступать, когда уж совсем не в моготу. В следующей части программы мы начнем ее с того, что обсудим вопрос, как поступать при мигрене. Дикое количество наших телезрительниц страдают вот этой характерной болью, которую можно называть мигрень. Мы вернулись к вам, уважаемые телезрители, на Первом городском консилиум. Сегодня мы обсуждаем тему боли. А вы участвуете в бесплатном телефонном интерактивном опросе с вопросом, нужно ли терпеть боль. Мы предполагаем, что вот как-то так в нашей культуре сложилось, что люди наши предпочитают боль потерпеть, прежде чем ее лечить. Вот и мы дали вам три варианта ответа. Боль нужно терпеть, нечего прибегать к болеутоляющим. Боль нужно от нее избавляться или можно чуть-чуть потерпеть, а потом все-таки избавиться. Пожалуйста, участвуйте в нашем бесплатном телефонном голосовании. Нам очень интересно ваше мнение, мы подведем итог в конце программы. Ну что ж, а вот теперь я хочу сказать, что Ирина Николаевна Шевчук, врач-невролог высшей категории, заведующая лечебно-диагностическим центром МедЭлит, даже возмутилась в конце предыдущего блока, потому что такое понятие, как боль, по ее мнению, не может быть привычным. Так, доктор? Да, абсолютно верно. Я считаю, что боль, она не может быть привычной только по одному тому критерию, что любая боль, она доставляет мучения, и человек не может быть постоянно в состоянии какого-то мучения, потому что это меняется качество жизни. Вы в прошлой передаче рассказывали о депрессиях. Если боль стала привычной, значит, это уже не привычная боль, а это уже депрессивное состояние, которое сопровождается болью. И у меня есть дополнение такое, что нельзя заставлять свою боль из острой или просто из небольшой боли превращаться уже в привычную боль. У нас сейчас очень много и медикаментозных, и немедикаментозных методов для борьбы с болью. Боль нужно лечить всегда. Кроме этого, боль, как правило, является сигналом серьезной, уже очень серьезной неполадки в организме. И как минимум нужно понять ее причину, и можем вам привести мнение современного мира лечебного и всемирной организации здравоохранения с болью нужно бороться. Правильно, доктор? Абсолютно правильно. Итак, многие, многие молодые телезрители, зрители в возрасте страдают мигренью. Мигрень – тяжелейшая головная боль, которая захватывает значительную часть головы, как правило, полушарие, левое или правое, длится неопределенное время и не поддается лечению обычными болеутоляющими препаратами. Вот как… Да, и обычно, кстати, люди знают, которые страдают мигренью, знают, что им помогают, и вот когда они находятся в мучениях, они с давленным голосом оказываются в состоянии сказать, что им нужно купить. Как правило, нужно купить что-то по рецепту. Как вести себя людям, страдающим мигренью? Давайте вот попробуем в этот вопрос углубиться и послушаем сначала интервью о врачей, к которым мы съездили. Мигрень сама диктует правила поведения. То есть каждый пациент с мигренью знает, что у него является провокатором. То есть избегать провоцирующих факторов еды, запахов. И при первых признаках мигрени такой пациент обязательно должен принять тот препарат, который снимает этот приступ в самом начале. Существуют для лечения мигрени не только препараты аналогетики, но и препараты локаторы серотониновых рецепторов, что является современным средством для лечения этого заболевания, которые не являются аналогетиками в чистом виде. В лечение мигрени входят не только медикаментозные препараты, но и также режим питания, режим дня, продолжительность сна, нагрузки. Некоторым помогают холодные компрессы, некоторым горячие пациенты, как правило, методом пробы и ошибок уже подбирают себе определенные правила поведения. Применять препараты или не препараты, а лучше естественные продукты, которые повышают уровень сиринитра, тоже черный шоколад. Не молочный, а именно черный какао-бобы. Кофе, кстати, противопоказано. Дальше. Омега-3 – это нормальная морская рыба. В холодном периоде везде в мире это повсеместная практика. Оперируют больных по поводу аневризма головного мозга. Это спасает человеческие жизни. К сожалению, у нас в Украине это бывает иногда только тогда, когда уже разрыв этот состоялся. Есть риск повторного разрыва, что, в общем-то, недопустимо в мировой практике. Ей нельзя заниматься от случая к случаю. Она этого не простит. Итак, мы говорим о тех людях, как правило, это, ну, довольно часто это умные, образованные, интересные люди. И могу вам даже сказать, что когда-то в прошлом мигрень считалась заболеванием специфическим для аристократии. Просто людины ей вроде как практически не болели. А сейчас мы дошли с вами до такого уровня жизни, до такого употребления разной еды, напитков, удовольствий, стрессов, что и мы вошли в разряд аристократии и теперь страдаем этой болью. Она очень мучительна для тех, кто страдает ею. И давайте попробуем разобраться. Вот если можно, доктор. Доктор, очень кратко. В чем причина вообще этого жуткого состояния? Я думаю, что Ирина Николаевна будет более корректно ответить на этот вопрос, поскольку мы сталкиваемся только с остротой процесса. Подробности? Если можно, очень коротко, для тех, кто вообще не знает. Я очень быстренько расскажу, что головными болями страдает практически все население земного шара, мигренями более подвержены женщины в 5 раз чаще, чем мужчины. Но в последнее время и мужчины тоже приходят именно с классическими приступами мигрени. Прежде чем поставить диагноз мигрень, нужно однозначно, тщательно исследовать больного, исключить, как сказал уже доктор, аневризма, которая может в любой момент лопнуть, и она дает тоже половинные головные боли, потому что аневризма располагается в какой-то одной артерии. И когда наполняется вот эта аневризма, она начинает пульсировать и болеть. Обязательно нужно исключить воспалительные заболевания, интоксикации и травмы головы. Когда все это исключается, и есть у нас типичная картина мигрени, то есть приступ понарастающий, половинная головная боль сопровождается светобоязнью, расширенными зрачками, длится до нескольких суток, купируется либо специфическими препаратами, либо купируется рвотой. И потом самостоятельно проходит. То есть тогда мы можем поставить диагноз мигрени. Вот мигрень произошла от древнегреческого слова «половинная головная боль». В принципе, как бы мигрени на данный момент лечится, хотя раньше бытовало мнение, что мигрени не лечатся, они сейчас лечатся. И как острый приступ мигрени лечится, так и в межприступный период назначаются определенные виды препаратов, которые делают приступы в мигрени намного реже. Скажите, пожалуйста, вот, ну, как правило, люди действительно знают то, что им помогают препараты, знают очень печально наблюдать, когда приступ настигает людей на работе или в общественном месте. Пожалуйста, помогайте таким людям, оказывайте им поддержку. Это желательно... Желательно, если это произошло на работе, в окружении людей, нужно все-таки в какое-то помещение, чтобы человек был в покое, да, проветриваемый. Свежий воздух, да, тишина, покой, и, естественно, почти все больные, у них есть светобоязнь, то есть затемненное помещение. Обратите, пожалуйста, на это внимание, уважаемые телезрители, если сталкиваетесь с мигренью. А вот доктор один сказал про то, что кроме анальгетиков есть препараты, которые анальгетиками не считаются, но могут помогать. Триптаны. О чем идет речь? Речь идет о препаратах, которые отвлекают, скажем так, механизм действия, отвлечения, отвлеченной терапией, и человек переключается с состояния того, что у меня болит голова, на совершенно разные окружающие вещи. Но есть такое понятие, как коаналгетики, когда мы используем препараты, которые не являются обезболивающими препаратами, но являются, грубо говоря, антидепрессантами, либо снотворными, либо транквилизаторами, которые тоже уменьшают реакцию человека на источник боли в организме. А вот препараты, влияющие на серотониновый, по-моему, обмен, да, они могут выступать препаратами скорой помощи? Конечно. Есть определенная группа препаратов, которые желательно применять в самом начале, когда у человека начинается приступ мигрени. Чем раньше примется такая таблеточка, тем быстрее оккупируется приступ мигрени. Я просто знаю очень… Назначается только доктором. Только доктором. То есть самим нельзя. Конечно. Потому что люди с совершенно другим механизмом развития головной боли начнут пить эти таблетки, а там есть определенные побочные действия, которые категорически нельзя при других видах головных болей. Но вы, уважаемые телезрители, знаете, что если у вас мигрень, то ваш доктор может вам порекомендовать не только анальгетик, вот тот, который вы принимаете, но и другой препарат, который вам как-то оперативно поможет при приступе, да, и, возможно, поможет снизить дозу болеутоляющего. Конечно. Их можно вообще не принимать. Их можно вообще не принимать. Вообще не принимать. То есть благодаря… А вот такие вещи, как черный шоколад, могут серьезно помочь человеку при приступе? Они провоцируют вообще приступ мигрени. Шоколад. Один из докторов сказал, что может помочь черный шоколад. Я зацепился за это. В то же время один из наших докторов сказал, что у каждого человека с головной боли есть метод проб и ошибок. Вероятнее всего, в данной ситуации шоколад был в положительном результате. Да, кому-то помогает горячая, компресс кому-то холодный. Итак, с мигренью мы так вроде базисно покончили. Если у вас есть вопросы, уважаемые телезрители, продолжайте задавать их, дозваниваясь нам на наш номер телефона, на номер телефона нашей студии. Задавайте вопросы, и мы в конце передачи сможем ответить. А если мы не успеем дозвониться до вас во время передачи, мы позвоним завтра или послезавтра, но обязательно вы ответ на свой вопрос получите. Теперь перейдем к другой ситуации, не менее срочной. Я собственноручно много раз был свидетелем автомобильной аварии. И видел и человека, которого сбивало автобусом, и человека, который пробил стекло и выпал на асфальт, и множество переломов. Что делать обычному человеку, не медику, в той ситуации, когда он столкнулся с какой-то жуткой физической травмой? Вот на Майдане, например, людей, раненый человек с жуткой травмой. Прежде всего, я хочу обратиться ко всем телезрителям, не будьте равнодушными. Потому что в последнее время достаточно много людей, которые могут пройти мимо и даже не остановиться, не оказать помощь. Вот. Второе, это основное правило, это нужно придать человеку горизонтальное положение, положить его на какую-то ровную поверхность, минимум движений, холод к поврежденному месту и срочно вызвать скорую помощь. И спросить, есть ли вокруг доктора, которые могут оказать уже более квалифицированную помощь. Итак, человека нужно обездвижить, оказать ему первичную медицинскую помощь, параллельно вызывая доктора. Правильный порядок? Конечно. Плюс к этому, если это автомобильная катастрофа, в каждом автомобиле имеется автомобильная аптечка, и примитивный набор аналогетиков в ней должен быть. В том числе и инъекционные формы в виде бутерфанола, который учрежден нашим министерством. Поэтому обезболивание при наличии явного источника повреждения, то есть источника боли, обезболивание может быть выполнено. Оно является не только обезболивающим элементом, но и противошоковым. Следом за болевым импульсом в организме человека, который получил травму, развивается так называемый болевой либо травматический шок. И даже использование привычных стандартных аналогетических препаратов, НПВС, в принципе, может немножко облегчить ситуацию и обеспечить купирование начала травматического шока на начальном этапе. Конечно, последующий приезд скорой помощи, последующее использование наркотических аналогетиков обязательно. Но, тем не менее, если ждать долго, а есть при этом аналоген, диквафинак, либо что-то в этой автомобильной аптечке, конечно, нужно принимать. Итак, уважаемые телезрители, давайте конкретизируем. Если вы столкнулись с тяжелой травмой, человека нужно обездвижить так, чтобы не усиливать возможные травматические воздействия, вызывать скорую помощь и параллельно искать любые анальгетики, которые могут оказаться вокруг. Если есть человек с автомобильной аптечкой, у него, возможно, есть инъекционный препарат, проверьте комплектность своих автомобильных аптечек, пожалуйста, водители. А если такого водителя с аптечкой нет, любой анальгетик в каком количестве, вот обычный, бытовой, обычно человек принимает одну таблеточку, сколько нужно в случае тяжелой травмы в него затолкнуть? Как правило, все медикаменты таблетированные используются из расчета 1-2 таблетки для разового приема. Поэтому 1-2 таблетки любого анальгетика... То есть 4-5 не помогает, не нужно этого делать? Нет, этого не нужно делать. Обратите внимание, в обычной более или менее дозе не завышайте количество, оно не особенно поможет. Итак, с вопросом такой острой боли мы разобрались. А теперь давайте мы перейдем к вопросу, вот есть такая тема в медицине, она появилась, кроме общего наркоза, есть возможность обезболивать какие-то участки организма. Чаще с этим сталкиваются те, у кого, как сказать, схватила спина. Есть такое понятие блокада. Итак, вопрос, что же такое блокада, и когда ее нужно применять, наш следующий вопрос. И для начала смотрим интервью одесских врачей. Блокады связаны непосредственно вот введением вещества анальгетика и пролонгированы как можно длительнее его эффекта добиться. То есть различные сочетания анальгетика с другими препаратами введения непосредственно в место, где выходит нерв или где, так сказать, болит. Блокады бывают центральные, это спинальные, эпидуральные. Как правило, они используются в большой хирургии, спинальные, эпидуральные, и в акушерско-гинекологической практике, как правило. Но есть еще и лечебные блокады. И блокады есть периферические нервальные блокады, когда блокируется импульсация по ходу сплетения или определенного нервного, то есть локальное точечное нанесение удара. Прекращается болевая импульсация от очага боли. Блокады нервов, как правило, в мире делаются и в Одессе тоже при остеохондрозе, при радикулите, при некоторых формах невралгии спинномозговых нервов. Все, что находится ниже ключицы, мы можем, в том числе и верхней конечности, мы можем эту боль купировать при помощи региональной анестезии. К сожалению, шея и голова – это удел уже больше невропатологов, и здесь уже нужно применять другие медикаментозные терапии. В связи с тем, что сейчас появилось достаточно много средств, которые помогают снять боль, не внедряясь, безинъекционно, то, может быть, поэтому блокадами стали реже пользоваться. Блокада на сегодняшний день свою актуальность не утратила, ею пользуется и достаточно широко пользуется. Мало того, на сегодняшний день она более изучена и становится, вернее, можно ею управлять. Возможности врача в нашей специальности, они стали намного шире. Изменился инструментарий, которого не было, скажем, 15-20 лет назад, и это тоже расширило возможности врача-анестезиолога и увеличило шансы больного, так сказать, получить лучший эффект. Главное условие в данной ситуации, мне кажется, это полное соблюдение стиль и дельности. Наша задача – применять всевозможные методы для безопасности пациента. В этом смысле я имею в виду УЗИ диагностика, может быть, и УЗИ-ассистированные блокады, использование стимулплекса для идентификации нерва и рентген-контроля. Должна быть доза препарата и методика такая, которая не может повредить человеку в милых руках. Ну что ж, уважаемые телезрители, блокада – это способ избавиться от боли, например, в конечности, от боли, для купирования которой пришлось бы применять значительное количество каких-то медикаментов, которые могут вызвать отравление. Я сам сталкивался со случаями, когда в результате нескольких дней интенсивного приёма каких-то анальгетиков у человека начиналась рвота просто. Человек не может уже принимать эти препараты через рот, нужно ему обезболить. А вот, доктор, если можно, я так понимаю, в клинике Интосана вы с различными технологиями обезболивания на уровне региона, конечностей или части человеческого тела специалисты очень продвинуты именно в Интосане. Почему так получилось? Ну, фактически, у нас есть огромная кафедра, и все наши навыки, все наши умения, они родом из кафедры. Есть Игорь Леонидович Басенко, он был у нас на экране, есть Олег Александрович Тарабрин, наш заведующий кафедрой. Вся проводниковая анестезия или блокады родом с нашей кафедры. Конечно, мы постарались взять самое лучшее, что преподавалось у нас на занятиях на кафедре в свое время, и теперь используем его в последневной практике. Я хотел бы немножко разделить принципиально два события, о которых мы говорим. О блокадах проводниковых либо центральных, которые используются интраоперационно для купирования боли на период операции, это отдельная стезя, и о блокадах, скорее, неврологических, которые используются в хронической практике невропатолога для купирования хронических болевых синдромов, например, при пояснично-крестовых радикулитах. Это два принципиальных события, потому что, когда мы говорим о операционной, мы говорим о максимально активной нашей тактике. Используем стимуплексы, используем аппараты УЗИ, используем различные виды локальных анестетиков, но задача на относительно короткий период, от нескольких часов до двух-трех суток, обезболить оперированную либо травмированную конечность. Когда же идет речь о паравертебральных блокадах, задача несколько раз выполнить обезболивание того или иного участка, для того, чтобы затем у человека ушел болевой синдром на длительный период времени. Это немножко разные задачи, разные возможные неприятности и осложнения. Но в самом общем и целом виде, то есть блокада – это способ на более длительный срок надежно обезболить место, которое страдает? Используя локальность ситуации, не закрывая голову при этом, не обеспечивая введение огромного количества медикаментов с токсическими действиями на головной мозг, на печень, на почки, на сердце, а стараясь отделаться небольшим количеством местного анестетика. – Доктор, тогда, если можно уточнить, если Вы говорите, что не всегда блокада – это на длительный срок? – Не всегда – это на длительный период, однозначно. Почему? Потому что бывают острые ситуации, когда у человека грыжа с разрывом фиброзного кольца, все содержимое уходит в корешковый канал, и там никакими медикаментозными средствами обезболить это невозможно. Сколько бы Вы ни делали, даже наркотические аналогетики. То есть там боль нестерпимая, в ногу. Единственным методом, который может помочь хоть немножечко – это являются паравертебральные блокады, которые вводятся прямо в сам корешок. Вводится обезболивающий препарат. Вместе с обезболивающим эффектом блокады носят еще и лечебный характер. То есть там помимо обезболивающих вводятся еще и противотечные, и противовоспалительные препараты. Вот, естественно, там мы используем намного меньшую дозу, намного меньше токсичность, и результат, он достаточно сильнее выраженный. Но не всегда надолго. Бывает надолго, бывает ненадолго. Это кому как повезет. Но вообще блокады достаточно часто, в нашем центре достаточно часто, вот мы используем блокады. А вот я хотел уточнить. Вот существует такое мнение, что в Одесские врачи, это я слышал от врачей неодесских, что одесские врачи как-то не очень любят блокады делать и назначать. Ну, может, просто не умеют хорошо делать. А вообще, тот, кто умеет делать блокады, он всегда предпочтет при выраженном болевом синдроме, при выраженных мышечных напряжениях, особенно при болях в позвоночнике, любого генеза, то блокада, альтернатива, это просто на первом месте выступает. А вот хорошо, уважаемые доктора, давайте вот поможем телезрителям определиться, если люди дошли до того, что, похоже, нужна блокада. Ну, вот как отправляться к врачу, уже пора идти. К какого рода специалистам идти для того, чтобы было надежнее? В первую очередь, это, конечно, первый контакт врач общего профиля или семейный доктор. Он перенаправляет этого пациента к невропатологу, либо нейрохирургу в зависимости от результата первичного обследования. Следующий шаг – это либо компьютерная томография, либо магниторезонансная томография, то есть исследования, понимания. Мы можем отделаться обезболиванием или пациенту дорога в нейрохирургическую клинику на оперативное вмешательство. И только после этого, после компьютерного исследования, после верификации процесса, который вызывает боль, мы решаем для себя стратегически. Мы можем обезболивать системно, паравертебрально, как любыми путями, либо же человек обезболенный, но все равно едет в операционную на операцию. Я понял. Хорошо, спасибо большое. Уважаемые телезрители, продолжаем наше бесплатное телефонное голосование. Тема его «Нужно ли терпеть боль?» Я думаю, что на протяжении нашей передачи показатели голосования могут измениться. По крайней мере, мы постараемся убедить вас в том, что терпеть ее не нужно. Звоните по одному из трех номеров телефона, пожалуйста, участвуйте. В конце передачи мы подведем итог. Ну, слава богу, пока что порядка 90% дозвонившихся считают, что боль терпеть нельзя. Слава богу, Всемирная организация здравоохранения и ваши усилия помогли людям уже определиться. Посмотрим, как изменятся эти показатели к концу программы. Ну что ж, есть еще такой вид обезболивания, как медикаментозный сон. Очень многие... Ну, я в своем возрасте сталкивался только, когда накладывали маску. А сейчас есть, наверное, и другие способы. Вот когда имеет смысл прибегать уже не к какому-то местному обезболиванию, а к медикаментозному сну? Мы задали вопрос врачам, и вот что они ответили. Самый широкий такой случай – это оперативное вмешательство. То есть человек желательно, чтобы все-таки спал. Зачастую мы назначаем препараты, которые позволяют человеку перед оперативным вмешательством, если есть чувство страха, если человек не может заснуть, принять определенные препараты, лекарства против страха, если так можно сказать, которые, конечно, также обладают и снотворным эффектом. Медикаментозный сон необходим, как правило, больным с необходимостью их защиты. Будь то послеоперационная боль, то есть в раннем послеоперационном периоде, будь то в состоянии, когда и возможности дыхательные, скажем так, для демонстрации вашего вопроса, они не соответствуют обеспечению кислородом собственного дыханиям, и тогда необходимо на какое-то время вызвать медикаментозный сон, который позволит адаптировать пациента к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Очень часто используется в неврологии и в психиатрии для лечения таких заболеваний, как невроз, неврастения, даже в те же депрессии используется медикаментозный сон. Медикаментозный сон именно как сон является даже лечебной методикой у человека с бессонницей. Медикаментозный сон – это тоже метод такой анестезии, который используется при проведении различных манипуляций диагностического плана, когда у пациентов есть различные, ну, скажем так, страхи, фобии, невозможность перенести то или иное исследование, например, фиброгастроскопию. Фиброгастродуаденоскопия или исследование тонкого кишечника, колоноскопия. Наличие медикаментозного сна, которое делает эту процедуру не менее, а более информативной, но абсолютно безболезненной. Абсолютно. Многие говорят, что даже приятный пациенты после фиброгастроскопии с медикаментозным сном, то, что принято у нас в клинике, выходят со словами «класс», «удивительно», «здорово», то есть совершенно неожиданные вещи для такой процедуры. Вторая вещь – это маленькие стоматологические процедуры, маленькая хирургия, мелкие гинекологические операции. Да, это тоже проводится, но строго это должен проводить анестезиолог, который работает в том или ином отделении. А вот тут мы с вами сталкиваемся с новым интересным явлением. Оказывается, медикаментозный сон – это не только когда перед операцией на вас наложили маску, и вы заснули, пока вас там резали. Оказывается, медикаментозный сон можно применять при гораздо менее существенных неприятностях. Можно просто как бы аккуратно ножничками вырезать из жизни эти 15 или 20 минут какой-то неприятной процедуры. И как доктор, как вы сказали, доктор, когда мы начнём? Да. Но я бы сказал так, что медикаментозный сон, если говорить человеческим, не медицинским языком, можно разделить на две группы. Это когда очень нужно и когда очень хочется. Когда очень нужно, это операции, это неврологические состояния, та же мигрень, допустим, некупируемая ничем, мы можем ввести человека в состояние медикаментозного сна, отоспавшись, не будет никаких болей. Когда очень хочется, фиброгастроскопия – классический такой пример, когда человек помнит, что он делал несколько гастроскопий, он помнит, как это глотать шланг, как это тяжело, противно. Заканчивается гастроскопия на четвёртую минуту сна. Человек просыпается, смотрит, говорит, а когда мы будем делать исследование? Мы говорим, как, вы ещё раз хотите? Нет, мне же ничего не делали. Приходится отматывать видеозапись, показывать его содержимое. Вот так вот, уважаемые телезрители. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, когда оправдан медикаментозный сон? Ну, я могу сказать, что у нас в центре делаются немножечко другие медикаментозные сны. У нас лечебный медикаментозный сон – ксеноновый. То есть это подаётся специальная смесь ксенон с кислородом. И человек усыпает. Это абсолютно безвредная комбинация. Ксенон выводится из организма буквально через 15 минут, но за счёт его очень такого мощного аналогизирующего действия, седативного действия, он расслабляет, он улучшает обмен в клетке. Люди расслабляются, успят, получают удовольствие. И при этом, когда они просыпаются, то все неприятные ощущения у них отходят даже не на второй, а на третий, на четвёртый план. Спасибо большое. Сейчас мы прервёмся на рекламную паузу, а после неё затронем очень серьёзную тему. Боль у онкобольных. Она, как правило, нарастает, и, как правило, в процессе жизни человека, которого называют cancer survivor, выживающий от рака, на английском языке так называется, как правило, в его жизни приходится менять дозировки, препараты. И вот как это делать правильно, мы обсудим в следующей части программы. Сейчас реклама. Мы вернулись к вам, уважаемые телезрители, на Первом городском консилиум. Сегодня мы обучаем вас тому, как лучше справляться с болью, в том числе самой тяжёлой и сильной болью, которая может у вас быть. Мы вот в этой последней части программы затронем два очень серьёзных и важных вопроса, касающиеся вас, уважаемые телезрители. Первый – это как поступать при болях, связанных с онкозаболеваниями. Человек, страдающий такими заболеваниями, как правило, проходит определённую эволюцию в применении лекарственных средств, и как правильно вот там управляться с болеутоляющими, мы обязательно затронем этот вопрос. Ну и последний вопрос на закуску. Как нужно рожать правильно? Нужно рожать с болью или без боли? Мнение в нашем обществе на эту тему разнится. Вы это мнение узнаете и узнаете, как вести себя правильно. Ну а начнём мы с небольшой иллюстрации конкретного клинического случая человека с серьёзной болью, которым помогли. Вот как это происходит, это помогает нам лучше сориентироваться потом, если с нами такая ситуация происходит. Итак, смотрим нашу рубрику «История болезни». Владимир Анатольевич привыкает сегодня уже жить без боли. А ведь ещё 4 месяца назад острые хронические боли, связанные с межпозвоночной грыжей, превратили его жизнь просто-таки в кошмар. Острая была очень боль, что я не мог ни присесть, ни лечь. Боль острая очень была. Владимир Анатольевич обратился к специалистам медицинского дома «Одрекс» за помощью. Сразу медикаменты, как бы таблетки, потом перешли на уколы. И потом уже, то есть это не помогало, как доктор сказал, надо было начинать с самого такого лёгенького. Хотели ещё сделать капельницу, ну я как бы спросил, а есть что-то более новейшая технология, чтобы убрать эту боль и чтобы мне легче было. И мне предложили сделать блокаду. Недолго думая, мужчина согласился. В тот же день доктора медицинского дома «Одрекс» провели паравертебральную блокаду под рентген-контролем. Манипуляция длилась не более 10 минут. Через 3 часа Владимир Анатольевич уже покинул стены медучреждения. Буквально через пару часов, то есть боль уже как бы постепенно уходила. Сейчас боли я начал двигаться, происходит то же самое, что это было раньше, когда я был здоровый, полноценный мужчина. Ну что ж, вот такой характерный показательный случай, когда человека перестало болеть, и он стал выглядеть совершенно по-другому. Не стоит забывать, когда вы делаете блокаду, что заболевание никуда не ушло, ушла боль, а у врачей нужно наблюдаться. Так что не избегайте от них, сразу обрадовавшись, что боль ушла. Ну что ж, а теперь мы возвращаемся к вопросу. Итак, боль при онкологических заболеваниях, довольно часто она нарастает, приходится повышать дозировку, менять препараты. Вот как делать это правильно? И, скажем, такая часть вопроса очень чувствительная. Как получать у врачей правильно доступ к наркотическим лекарственным препаратам, если в них есть необходимость? Как распознать эту необходимость и как её реализовать через врачей? Вот эту тему мы затронем прямо сейчас, смотрим для начала интервью врачей. Болезненный, тяжёлый вопрос обезболивания онкологического пациента. Начинает всегда с всех обезболивающих средств, доступных в фармакологии. В основном есть очень хорошие разумные комбинации повышения дозы, подбор препаратов из разных групп. Очень важно параллельное назначение антидепрессантов, что позволяет уменьшить дозы препаратов-анальгетиков. Конечно, вести эту ситуацию должен наблюдающий доктор-онколог или семейный врач и терапевт вместе. Если уже пациент чувствует, что доза препарата привычного для него недостаточно, то он должен обратиться к онкологу для того, чтобы применялись уже препараты из группы наркотических анальгетиков. Себя ими никто не обеспечивает, ими нас обеспечивает наше государство. Препараты наркотические являются препаратами строгого учёта и выдаются по медицинским показаниям всем больным. Назначают такие препараты только врач-онколог. Препараты – это строгые учётности. И вводит их не сам пациент, а вводит медработник, который привозит препарат, вводит и увозит ампулы, потому что они подлежат чёткому списанию. Есть целый ряд ситуаций, ряд проблем, патологий, когда можно обойтись без наркотиков, используя методы регионарного обезболивания. Нами совместно с онкологами сейчас разработаны различные методики сочетания наркотических и ненаркотических анальгетиков, проведение нейроакселярных блокад с ненаркотическими анальгетиками. Возможное применение местных блокад у онкологических больных – это благородная миссия врача-анестезиолога. Если мы говорим о пухолях, например, брюшной полости малого таза, то здесь можно делать… Есть такие мировые методики. У нас в стране это на зародышевом уровне, но тем не менее мы будем это продвигать. Это эпидуральные блокады, даже, возможно, с имплантированием эпидурального катетера под кожу. И по зарубежным данным такие катетеры могут жить до полугода в человеке организма. Невозможно исцеление тела без исцеленной души. Здесь совместно должна происходить работа и священника, и, конечно же, бесспорно, врача, который является специалистом в данной области. Церковь всячески поддерживает традиционную медицину. И ни в коем случае одно другого не исключает. Тогда, когда исцеленная душа, тогда человек способен принимать ту ситуацию, в которой он оказался, адекватно. Поэтому церковь часто называют врачебницей, врачебницей души. Ну, могу сказать, что наш последний интервьюируемый все-таки обратил внимание и на свою сторону. Итак, насколько я понял, начинается с простых анальгетиков, всегда начинается. После этого идут комбинации. Но вот, похоже, есть один такой вопрос. В связи с большим серьезным надзором контролирующих органов, в том числе милиции по незаконному обороту наркотиков, похоже, очень многие доктора боятся и, возможно, не назначают наркотические анальгетики даже тем, кому нужно. Если можно, доктор, давайте вот коротко затронем. Какова последовательность должна быть от обычных анальгетиков до самых серьезных, и как ее распознать? Ну, фактически, я хотел бы сказать изначально, что это действительно огромная и медицинская, и социальная проблема, потому что одними обезболивающими препаратами не всегда удается справиться. Вот, организационно, это действительно сложный путь от стартовых медикаментов всех форм нестероидных противовоспалительных препаратов до назначения наркотических препаратов. Но, тем не менее, существует цепочка. Эта цепочка оговорена Международной Организацией Здравоохранения, Всемирной Организацией Здравоохранения, и состоит она из трех шагов. Первый шаг – это любые НПВСы. Их около 20 различных вариантов, любые, которые только возможны. Как правило, онкологические пациенты эту цепочку перешагивают очень быстро, этот шаг делает. НПВС – это нестероидные противовоспалительные средства. Второй шаг – это так называемые слабые наркотики. Это тромодол, бутрофанол. Ну, фактически, тромодол в Украине засчитан в роль наркотических препаратов, поэтому это уже районный онколог, и не просто районный онколог, а онкологическая комиссия. Следующий шаг – это тяжелые наркотики, которые однозначно без решения онкологической комиссии использоваться не могут. Помимо всего прочего, что на первой, что на второй, что на третьей ступени могут использоваться так называемые коаналгетики – препараты, которые закрывают голову. Заодно Святой Отец сказал, что душа человека должна быть готова смириться к обстоятельствам, в которые он попал. Поэтому коаналгетики здесь работают рука-обраку с церковью, потому что коаналгетики закрывают голову, любые транквилизаторы, сибазонги, дозепам и так далее, церковь помогают в этом вопросе. Параллельно, конечно, параллельно, когда не помогает ни одно, ни другое, ни третье, можно выполнять нейроакциальные виды блокад, можно выполнять проводниковую анестезию для того, чтобы обеспечить хотя бы на время купирование болевого синдрома. Итак, да, и так, как я понимаю, если мы переходим, если у человека не помогает привычный, там, нестероидный противовоспалительное средство, которое можно купить, или, например, тромодол – препарат второго оста, уровня, получается, что нужно идти к районному онкологу, а он направит на специальную онкологическую комиссию? Ну, не совсем так. К районному онкологу нужно идти сразу. Потому что пока пройдет вся бюрократическая цепочка, мы перешагнем через ступеньку НПВС. Поэтому, когда мы выписываем пациента с верифицированным диагнозом онкопроблемы, первое, что мы пишем в выписке, в рекомендациях – это встать на учет у районного онколога. Потому что пока будет двигаться бюрократия… А бюрократия, сколько времени могут двигаться, вот официальное назначение вот такого рода средств? Сколько оно может двигаться? Месяцы? Годы? Нам сложно комментировать. Все зависит от двух факторов. Действительно, бюрократия с одной стороны, а с другой стороны – желание или нежелание пациента. Из личного опыта мы видели людей, которые через полторы недели уже могли получать наркотические препараты, а мы видели людей, которые через месяц даже не подошли к онкологу. Поэтому здесь комментировать однозначно сложно. Итак, пожалуй, такую рекомендацию мы сделаем для членов семьи онкологических больных и для самих онкологических больных. Наблюдаться у своего районного онколога нужно постоянно. Заботиться о том, какие, возможно, препараты вам понадобятся в ближайшем будущем, надо заранее. И делать это, наверное, без скандала позитивно. Как настаивать на том, что все-таки лечение должно быть изменено? Ну, все-таки настаивать нужно без лишних эмоций, то есть объяснять, просить, упрашивать и так далее. Я понял. Если можно, давайте прокомментируем с вами. Вы скажите, пожалуйста. Я здесь абсолютно согласна. Тут добавить практически нечего. Единственное, я бы еще добавила, что такие больные у нас, к сожалению, еще социально не адаптированы вообще. То есть я бы вот к этой еще помощи в виде назначения наркотических всех препаратов добавила бы еще и работу с психологом. И именно таких больных и их семей. Потому что проблема достаточно серьезная. И от настроя самого пациента очень много зависит. Да, мы можем представить себе семью, ухаживающую за онкологическим больным. Визит или контакт с онкологом может происходить раз в две недели, раз в месяц. А семья-то справляется с болью каждый день. Каждую минуту, да. И препараты нужны каждый день. Поэтому, пожалуйста, заботьтесь заранее. Если вы видите, что предыдущее лечение не помогает, старайтесь устойчиво настаивать на каком-то его усилении. Ну что ж, последний из запланированных вопросов нашей программы, он относится к такому, ну, более позитивной теме, чем онкологические заболевания. И так это роды. Среди женщин, среди мужчин меньше. Есть дискуссия, мы об этом доподлинно знаем, рожать ли натуральным образом, со всеми входящими в это ощущениями, или помогать обезболиваться себе, да. Вот давайте посмотрим сначала, что по этому поводу считают наши уважаемые доктора и доктор Душ, наш священник, которого мы сегодня тоже привлекли для участия в программе. И так, или давайте, нет, давайте сначала поменяем порядок. Давайте сначала послушаем, что думают по этому поводу сами мамочки. Диана Шумейко съездила в роддом и взяла интервью у мамочек сразу после родов. Вот что они нам рассказали. Я дважды рожала, не используя никакой анестезии. Это был мой сознательный выбор, может быть, потому что у меня достаточно высокий болевой порог. Кто-то рожает сутки, кто-то рожает пять часов, семь часов. У меня роды оба раза были очень стремительными. Тридцать минут можно потерпеть, я считаю. Особенно, когда через тридцать минут на грудь кладут твое долгожданное чудо. Ты забываешь обо всей боли абсолютно. И уже просто ее не помнишь. Она стирается с памяти вообще моментально. Я выбрала, конечно, без боли, потому что я сумела на этих родах попробовать и безболевое при эпидуральной анестезии. И потом мне где-то минут сорок было все-таки с болью. То есть я смогла оценить и то, и то. У меня эти сорок минут, конечно, показались вечности. Первые роды и вторые я как бы не применяла никакие безболивающие такие средства серьезные. И, слава Богу, я считаю, должна, чтобы это дитё было тебе самым родным, самым дорогим, прочувствованным. Какие-то там 5-10 минут и всё. И дитё. Когда дитё у тебя на груди, тогда ты уже счастлив и не чувствуешь никакой боли. Всё прошло, всё забыто. Твоя радость перед тобой. Что касается Кесарева, я делала первого ребёночка, у меня был под общим наркозом. А второй ребёночек на данный момент у меня спинальная анестезия. Разница колоссальная. И могу сказать, разница какая. Когда первый раз вас анестезию делают, вы ничего не видите, вы ничего не слышите. Но, естественно, есть риск отхода от анестезии. Тяжело вы выходите, тяжело... Ну, тяжело после общего наркоза. Когда у нас спинальный наркоз, что самое приятное, вы первое видите своего ребёнка. И ещё большой плюс, когда уже после наркоза вы попадаете в послеоперационную палату. И есть ещё возможность побыть под наркозом, когда делают массаж матки. Это тоже болезненное ощущение, но вы ещё находитесь в этом наркозе. И половина её не слышит этих болей. У меня была операция, кесарево сечение. И в тот момент я выбрала себе эпидуральную анестезию, о которой вообще не жалею. Я видела первого своего малыша и услышала его первый крик. Мне его дали поцеловать. Это то, что... Ну, с тем, что невозможно при общем наркозе. Чувствовала себя хорошо и сразу могла за ним ухаживать. Ну, вот сейчас мы, вопреки тому, что сначала мы обычно спрашивали докторов удалённо, а теперь мы спросим у экспертов в студии. Мнение присутствующих вот сегодня здесь докторов. Нужно рожать с болью, со всем комплексным ощущением? Или нужно обезболиваться? Если можно, сначала к вам. Ну, я как женщина, да, которая родила двоих детей, я хочу сказать, что рожать нужно всегда естественным путём, всегда. То есть то, что придумано и предусмотрено природой, менять это нежелательно. Но терпеть боли, потому что действительно боль бывает достаточно сильная, я не считаю нужным. Сейчас достаточно медицина стоит на высоком уровне, и можно притупить вот эти болевые ощущения. И ты точно так же увидишь первое своего ребёнка, и поцелуешь, и прижмёшь его к себе, но без вот этих вот мучительных воспоминаний, которые откладываются всегда на уровне подсознания. Вот это ощущение боли, оно всегда откладывается. То есть ваша рекомендация, в принципе, идти обезболивающие? Да, но естественным путём, но с какими-то элементами обезболивания. То есть я так понимаю, третий раз Ирина Николаевна будет рожать под передуральной анестезией для того, чтобы притупить ощущения. Я как женщина не могу говорить, потому что я являюсь мужчиной, я могу говорить как доктор-анестезиолог в данной ситуации, конечно, боль терпеть не нужно. Поэтому, когда речь идёт об оперативном вмешательстве, это однозначно выбор анестезиолога, но чаще всего спинномозговая анестезия. Когда речь идёт о родах, конечно, идеально это передуральная анестезия для обезболивания родов. Поэтому это то, что максимально дополняет природу, и я думаю, что фантазировать больше не нужно. Терпеть боль, как бы... Окей, то есть не глубокий сон, а всё-таки обезболивание передуральной анестезией. Ну, посмотрим, подтвердят или опровергнут ваши слова. Остальные доктора смотрим интервью одесских врачей. Присутствие боли, оно обязательно, но порог чувствительности каждой пациентки свой. И поэтому очень важно каждой женщине понимать, насколько она готова к тому, чтобы потерпеть эту боль. Но большинство женщин очень тяготеет к обезболиванию. Это правильно, потому что хочется, чтобы эти роды протекали и физиологично, и вместе с тем без боли. Каждый решает этот вопрос для себя сам. Изначальное состояние психики женщины, её способность терпеть боль, её страх, её желание, либо нежелание терпеть эту боль, учитывается специалистами обязательно. То есть желание пациентки – это очень хорошо, но мы должны иметь здравый смысл и следить за показаниями, чтобы всё было у нас нормально. И самое главное – это безопасность. Конечно, лучше женщине этот чудесный день сделать менее мучительным. Конечно, рожать нужно, если всё физиологично живьём. Женщины составляют большую и лучшую часть человечества. Их нужно оградить хотя бы немножко, но желательно без боли, конечно. Женщина боится тоже боли подспудно. Старается оградить и мать, и рождающегося ребёнка от этих последствий. То есть максимально обезболивать. Многие женщины просто боятся этой боли и боятся по этому поводу рожать. Поэтому современная медицина для облегчения родов предлагает им передуральную или эпидуральную анестезию. Спинальная анестезия, эпидуральная анестезия. Мы рекомендуем именно проведение родов именно под спинальной эпидуральной анестезией. Почему? Потому что меньше всего осложнений. Один из методов передуральной анестезии даёт возможность благополучно родить дитя, и мать видит ребёнка практически сразу. Обращаясь к Еве и в лице её ко всем последующим поколениям женщин, Господь говорит, что в муках отныне будешь рождать детей своих. Рожать нужно естественным способом. Может быть исключение только в том случае, если есть угроза смерти или матери, или ребёнка. Если угрозы нету, то, конечно, однозначно роды должны происходить естественным, Богом данным способом. Почему не должна женщина страдать? Ну почему? Я считаю, что этот радостный момент должен быть безболезненным, от того счастья и детей будет больше. Потому что, вы знаете, всегда есть процент мамочек, которые, сказать, больше никогда. Может быть, вот таким образом безболезненным родом мы повысим рождаемость, и нас будет опять 52 миллиона. Спасибо большое всем, кто участвовал в нашей сегодняшней программе. Сегодня мы притронулись к теме, которая очень значительна, с которой сталкивается каждая из нас. Тема боли. С болью нужно уметь справляться, нужно уметь её предвосхищать, предупреждать её и ни в коем случае её не терпеть. Хотя некоторые считают, что нам с вами нужно мучиться на протяжении всей жизни, и так повелел Господь. Ну что ж, спасибо большое. Сегодня у нас в гостях было два отличных, отличных доктора. Это Валерий Юрьевич Артёменко, заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии клиники Интосана. И Ирина Николаевна Шевчук, врач-невролог высшей категории, заведующая лечебно-диагностическим центром Медэлит. Большое спасибо. По-моему, мы сегодня были ценными для наших телезрителей. И вы извлекли из нашей программы что-нибудь полезное. Спасибо большое вам. И вам спасибо. Спасибо большое вам. До встречи в следующий понедельник. Тема нашей следующей программы – проблемы щитовидной железы. Гипофункция или гиперфункция? Если есть, обязательно смотрите нашу программу в следующий понедельник. Всего доброго. А сейчас рубрика «Надежды на будущее». Группа учёных из Соединённых Штатов и Европы обнаружила гены, мутации в которых защищают от диабета. К тому же уменьшают содержание сахара в крови. Негативных эффектов данных мутаций обнаружено не было. Всего выявлено более 10 мутаций. Создана методика МРТ, безопасная для детей со злокачественными опухолями. Эксперимент проводился с участием 22 малышей. Средняя доза облучения при использовании нового метода была нулевой. Исследования продолжаются. В древней мерзлоте на Колыме обнаружили гигантский вирус. Его возраст более 30 тысяч лет. Паразитирует он на амёбах. Но самое главное – вирус не представляет опасности для человека. Экспериментальная операция, связанная с саркомой костей, удалась. Длилась она 18 часов. Врачам удалось полностью удалить опухоль и провести реконструкцию кости, после чего вернуть мягкие ткани на место. Их доктора на время операции приживели к предплечью больного. Пациент уже начал ходить, а смертельно опасная болезнь отступила. Новым слуховым аппаратом можно будет управлять с помощью смартфонов. Причем делать это дистанционно, не вынимая аппарат из уха и не привлекая внимания окружающих. Передача команд со смартфона будет осуществляться с помощью блютуза. Кроме того, с помощью нового слухового аппарата возможно прослушивать аудиозаписи, находящиеся в памяти смартфона. Ученые открыли стволовые клетки меланомы. Воздействуя на них моноклональными антителами, опухоли сильно замедляли свой смертоносный рост. По мнению ученых, исследования приведут к появлению принципиально новых методов лечения меланомы. Гриб будут лечить с помощью пластыря. Разработан метод введения вакцины с помощью небольшого кусочка специального пластыря, на котором находятся 50 микроигл. Внутри них находится строго дозированное количество вакцины. При надавливании на кожу иглы уходят вглубь на миллиметр, не вызывая никаких неприятных ощущений. В течение нескольких часов препарат через кожу постепенно поступает в организм, что значительно снижает риск развития аллергических реакций. Редактор субтитров А.Семкин